Доброе время суток! С вами Сикичер, да и тот, кто делает многие по Contract Wars. Недавно объявили конкурс на обзор кастаного ствола, и я решил взять в нем участие. И сегодня у нас пистолет Desert Eagle, саморезорядный пистолет большого калибра. С английского переводится как Пустынный Орел. Родина называется Deagle, которую разработал в 1983 году израильской компании Израиль Милитри Индастрис. Производится в Израиле компания Израиль Милитри Индастрис, которая с моим габаритами и слушающим виду часто используется в фильме и в компьютерных играх. На боку моего пистолета. Написано, Desert Eagle, калибра 50. Позиция ланируется как охотничье ружье и оружие для самозащиты от диких зверей. На данный момент пистолет Desert Eagle может быть перебудован по следующей калибре боеприпасов. 50 Action Express, 44 Magnum, 357 Magnum. В КВ предоставим вариант калибра 50 Action Express. Как я думаю, нужно было для этого пистолета сделать побольше пламя от быстро, потому что это 50 калибр, это 1000 джоулей. Вспоминаем физику. Простами этого пистолета является его пробиваемость, урон и точный, но у него как у любого оружия есть минус. Ну куда же без них? И это большая отдача, нелегкий Витаск, медленная перезарядка, громкий звук выстрела, от которого все ваши противники будут бегать с крыгами о площаде АО Витаске. Чтобы получить прицел Дельта Пойнт и некоторые обвесы, каких вы без Витаска не получите, вам нужно сделать 15 прокилов. Цена пустынной орла 600 кп, и к этому пистолету нужно привыкать, а если вы любитель позажимать, то вам будет еще труднее. Дигл будет эффективно, в средних и дальних дистанциях, а на маленьких он неплох, но мало эффективен, ему в силу года чего-то не хватает. Советую для пустынной орла прокачать умения на пистолеты, а без них вам будет очень некомфортно играть. А теперь о кастоме. Как мы знаем, Дигл был первый пистолет, который получил кастомизацию, а теперь с помощью ее стало еще легче делать Витаск и заодно получить плюшки в виде некоторых обвесов. У пистолета есть 7 металлургий, с которым есть все, чтобы сделать игру с антипистолетом еще более комфортной от коллиматора Дельта Пойнта различных компенсаторов, оптик, коллиматоров и глушака. Данный пистолет подходит для карт с большим пространством. Если вы любите мощь, смело покупайте пустынного орла, а если вы любите лепаз зажимать левую кнопку мыши, задумайтесь, точно ли он вам нужен. И моя идея кастомизации. Я думаю, что все бы хотели поменять марку и цвет в коллиматоре, как в реальной жизни. Было бы неплохо увидеть такое в игре. Если вы за мою идею, напишите комикс, что вы со мной соглашаетесь. Чтобы не пропустить клипы по разным играм, не забывайте подписываться на мой канал. С вами был Иосиф Кичер. Всем удачи, всем пока.